всем привет друзья это или dangerous ну и наконец-то полетаем уже на корвете возьмем значит крупную посудину это уже другой корвет свой не стал трогать переделал пассажирский немножко что-то поинженерил ну а в общем то тестим опять пулеметы но теперь они уже у нас не усиленные а теперь это бластер малого радиуса действия зажигательная кому интересны цифры вот они модификации то есть урон 75 процентов и урон в секунду но вот тут пересвечивает я не вижу ну вот и за счет того что они зажигательные они минус 5 процентов урона урона в секунду по моему вроде бы так и плюс получается что у них тепловой теперь но свойства атаки как тип атаки тепловой то есть очень хорошо должны просаживать щиты но как правило корпуса то у кораблей не писи обычно мусор поэтому пробивается легко а если мы еще и будем выцеливать модули ну как правило чаще всего силовую установку ну так это вообще будет легко в общем затестим интересует именно бластер малого радиуса действия если посмотреть в подробностях то получается у нас радиус полного урона 2000 метров и где здесь максимальная дальность выстрела 2000 метров то есть именно с того расстояния с которого нам можно будет стрелять мы уже будем наносить максимальный урон а это очень хорошо вот то есть это будет работать как ну наверное орудие у них по-моему та же самая история вот ну и в общем то вылетим и попробуем пострелять этими пулеметами корабль ими всеми вооружен они все идут бластер малого радиуса действия и со спецэффектом зажигательные один мелкий стоит разъедающий ну то есть с коррозией вот очень полезный дебаф и достаточно хорошо усиливает нашу атаку при попадании по корпусу как раз вот этим пулеметом с коррозией так выберем систему и полетим за тестим я думаю будут уничтожать просто моментально даже крупные корабли пристегните ремни и всем приятного просмотра готово мы на месте так я вот не помню у меня непись то взята неписи нету ну ладно без нее справимся этот корабль должен рулиться лучше он максимально легкий у меня так и посмотрим что есть поблизости можно вон даже с игла начать потому что он маленький но я думаю это будет просто моментально убийство 3 в крыле еще смотри там много этих бандитов не могу пока на него выйти развернуться у него и банка еще смотри готова готова где дружок но ты далеко достаточно но иглы понятно они должны быстро разлетаться как бы ну столько пушек по ним смоляет надо что-то покрупнее но вот ферделанс был вот питон по по крепче кораблик то вот давай ферделанс где он там греемся одна пипка наружу и поэтому и греемся но уходит быстро достаточно так вот это федеральный агент здесь вот питон два в крыле с кем-то в крыле он кто-то зацепил какого-то урода попал на штраф готов питон вот этого что ли вот он заерзал тут федеральный агент о еще стервятник это наверное тот что с ним в крыле был наверное а и Готово. Торгет уничтожен. И вот мы уже можем стрелять и уже полный урон у нас наносится этими орудиями. Слушай, но бьют хорошо, очень хорошо. Анаконды вот нету, хочется анаконду разобрать. Вова щит сбили, ему протаранили маленько, а он до сих пор не понял сканировать. Ну вот собственно и все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, это федеральный агент. А где же анаконду нам искать? Нету. Ну, Федьку можно еще разобрать. Он недалеко как раз. И федеральный агент вот у него на хвосте сидит, преследует по всей видимости. Вот этот с фольгой, по-хитрее оказался. Субтитры сделал DimaTorzok. Даже банка вот его не спасает, то есть дамаж больше, чем у него скорость залива. Он еще об астероид стукнулся и разбился, в общем-то. Вот это что здесь такое летает? Агент. Агент. Вот клипер, ну-ка. Клипер вообще должен рассыпаться очень быстро. Да давай, отлети уже от астероида, от этого. И он большой, вот видно далеко, попадать хорошо по нему. Даже с учетом фольги, то есть что по нему там попадало, мы ему хорошо щит сбили. Второй пролет, пол корпуса нету. Ну и в общем-то все, клипер кончился. Так, одни вайперы, наверное не будет сегодня анаконды, похоже на то. Не хочет анаконда к нам лететь. Даже я бы так сказал ползти, она к нам не хочет. Да, ничего нет такого крупного. Вот это вот меня нервирует, он там что-то затихарился. Копает, наверное. Да, копает. Так, одни агенты вокруг. Мне вот интересно на этот штраф, на который я тут попал его в этой системе, наверное, надо выплатить. Или потом я уже в Interstellar слетаю, да и все. В общем, не везет сегодня, нет крупных кораблей. Вот еще один Ферделанс, на Ферделанса везет. Готово, просто кабину ему разворочили и все. Слушай, мне кажется, или больше награды стали за Ферделанс, что-то 183 тысячи и много, по-моему. Вот можно за мелочевкой здесь поохотиться, ради прикола. Готово. Оп, готово. Все. Ну их три было, где третий-то? Третье непонятно где. Третье убежал куда-то. Ну вот, по всей видимости, вот этот может. Наверное, давай его тоже добьем. Все, готово. В общем, достаточно быстро они уничтожаются. Хорошие, хорошие пулеметы. Хорошо лупят. И я думаю, в задании для крыла тоже классно это все будет работать. Догоним вот этот вайпер еще. Что там с ним? Еще вайпер. Готово. Готово. И дружок его. Готово. Готово. И охран нет. Третье согласны с графических операций. Где? Вändариё. Готово комманы с г Katharasом. А далеко не попадает уже особо. Готово. Так, ну что ж, друзья, подведем итоги. В общем-то, получше они стреляют, чем усиленные, помощнее. Ощущается прям вот, ну прям вот ощущается. Сильнее бьют они. Ну, потому что по цифрам оно все подтверждается, что они и должны мощнее бить. Плюс спецэффект зажигательные боеприпасы замечательно работает. То есть щиты падают сразу моментально. Начали стрелять, щит упал. Я еще не проверял эти вещи на, ну, задание для крыла. Не было просто в шенрарте этого задания. В общем, я не стал там релогаться, заморачиваться. Плюнул, полетел просто в астероидный пояс. Ну, а так хорошо себя проявили. Ну, маленько греют. Если долго стреляют, то греют. То есть, если мы полетим вот на это задание для крыла, мощный щит вот этот стрелять, да, то мы будем, наверное, перегреваться. Вот, а так очень хорошо работают. Эти пулеметики я оставлю. Возможно, для фарма в этих варзонах очень неплохо они подойдут. А на этом все. Спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok